За прошедший месяц сотрудники правительства, прокуратура, Роспотребнадзор и антимонопольная служба провели десятки различных рейдов по продовольственным точкам и аптекам. На рынки и в гипермаркеты выходил и сам Сергей Ястребов. Оперативный штаб сформировал актуальную ценовую картину региона. Значительно выросли цены на импортные продукты, овощи, фрукты и сыры. Местная продукция, заключают власти, подорожала незначительно, но выявлены и отдельные случаи спекуляции. Без фокусов, так скажем, не обходится. Вы знаете, что установлена предельно торговая надбавка на детское питание в размере 15% с НДС. Однако выявлены факты, когда злоупотребляли продавцы этим питанием. Ну, конкретно есть примеры. В Первомайском районе, проверяя, установили, что в магазине, допустим, «Фаворит» была установлена надбавка 49,6%. Сильнее всего с нового года жители ощутили рост цен на лекарства. Например, корвалол подорожал на 60%, а простое лекарство от насморка подорожало в пять раз. Было установлено, что в аптеке Ярославля и Ярославской области поставляют данный препарат производители из Новосибирской и Владимирской области, где цены с июля к осенью увеличились с 2,5-3 рублей до 15-16 рублей. Вот нами данные материалы были переданы в ФАС России для принятия решения о возбуждении дела о нарушении монопольного законодательства. Цены на каждую составляющую перечня жизненно необходимых лекарств каждый день мониторятся государством. Тем не менее, рост неизбежен. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 27 января, сегодня Минздраву именно эконом-развитию поручено внести в законодательство Российской Федерации об обращении лекарственных средств изменения, предусматривающие возможность разовой индексации цен именно на препараты, входящие в список в ЖНВЛП, именно стоимостью до 100 рублей. Но, к сожалению, это, по сути дела, узаконит тот рост, который сегодня происходит. Глава региона призвал решать проблемы оперативно и не только в кабинетах. Он просит коллег собирать сведения и наказывать нарушителей. В ходе январских проверок прокуратура вынесла более 10 представлений и составила несколько протоколов о незаконном завышении цен. Если у нас есть возможность влиять, мы, естественно, будем влиять с точки зрения интересов населения в первую очередь. Сергей Ястребов говорил и о реализации местных товаров. Вот эта тема покупая Ярославская, я уже Саня Николаевичу говорил, ярмарки. Не нужно мне красивые ярмарки. Мне нужно, чтобы пускай из колес, как бывало там с газонов и с газели, просто наоборот торговали. Сейчас не до красоты. Сейчас надо просто наоборот, что этот товар, он, что называется, был доступен. От простого фиксирования цен до формул их образования. Оперативный штаб планирует более конструктивно подходить к мониторингу цен, а также принимать меры в отношении нарушителей. А проверки будут продолжаться. Наталья Парфентьева, Сергей Мазилов. День в событиях.